всем привет вдохновение для сегодняшнего видео пришло у меня внезапно это канал моей зрительницы елена губиной называется он сейчас я посмотрю точно как он называется называется сундучок украшений елены губиной но вот как ни странно я очень часто с еленой общаюсь под своими видео но перешла на ее канал впервые знаете мне вот так вот понравилось я вам скажу просто в моем в моем так вкусе абсолютно канал я даже не знаю почему я до сих пор не видала этого канала вот человек делает такие украшения которые ну вкусненькие и насмотревшись этого видео смотрите смотрите какая прелесть и как человек решает эту прелесть ну я вот честно говоря удивлена я удивлена потому что я не знаю как я раньше пропустила этот канал и знаете насмотревшись этих подвесочек вкусненьких я решила попробовать и себе что-нибудь сделать ну не к не повторять конечно же чужое украшение а просто мне захотелось вот подвесочек елена так вкусно их обыграла особенно мне понравилась вот это ее двухслойность вот это которую я вам только что показывала когда видите подвесочки как лишаются то есть не в один ряд навешивается куча подвесочек а делается двухслойные два ряда и двухслойные подвесочки что-то мне это очень так знаете зацепило как говорится но вот я люблю просто эти вещи мне вот хочется всегда это вдохновляет меня я вот очень рекомендую вам зайдите посмотрите канал потому что он очень симпатичный я сама не ожидала что я еще чего-то на ютюбе не увидала ну потому что все эти каналы все известны все друг друга знают а вот почему-то такие каналы я даже не знаю почему запомните сундучок украшение елены губиной я вам советую посмотреть его я думаю что по этому украшению вы понимаете что я имею ввиду что человек ну как бы делает что-то вкусненькое такое ну а теперь к тому что у нас будет сегодня я внезапно поняла что мне делать с этими серьгами они лежат на переделку эти серьги они были заказаны по интернету и согласитесь что выглядят они очень даже симпатично но человек оказался ими разочарован первая причина разочарования это их вес у меня к сожалению села батарейка в моих весах ювелирных ну просто чтобы тут как бы такой вес тонкий нужно точные весы а сломать ну не сломались села батарейка они никак не могу выйти сегодня у нас там все занесло снегом на улице и мне неохота искать где продаются эти батарейки для таких весов поэтому я не могу взвесить вам эти серьги но они очень тяжелые что это должна сказать это серьги в восточном стиле и они предполагают вот наличие такой металлической фурнитуры каких-то камней и у нас есть любители сделать знаете я видала серьги и 12 сантиметров причем они такие густо были усыпанные камнями я видала там какие-то гроздья безумные люди у вас что уши сделаны из я не знаю чего они сделаны как это можно вешать в уши надо же себя немножко любить свои уши у вас же там просто растянутся отверстия в которые вставляются вот эти гвоздики потом на старости лет будут такие знаете вытянутые дырки некрасиво зачем восточные серьги они предполагали наличие такого либо сверху кольца вот такого кольца которая надевалась на ухо сверху то есть кольцо надевалась на ухо либо такого крюка который тоже вешался за ухо и таким образом вот это не давила на мочку а у нас делают нет если как бы профессиональные сделанные серьги они такие это достаточно это наверное китайские то они еще имеют вот здесь сзади такую застежку как у клипсы то есть мало того что вы вдеваете в дырку сережку она еще прижимается вот этой застежкой как клипса и вот держит вот так вот то есть дополнительно фиксируя ухо но это если уже понятно что сейчас никто не носит ни этих колец на уши не крюков таких вот поэтому делают вот такую застежку еще дополнительно фиксируя как клипсы здесь а это просто гвоздик причем достаточно короткий гвоздик учитывая вес серьги он просто будет постоянно вот эту штуку отодвигать подвесом и серьги будут просто из ушей выпадать понятно что с такими гвоздиками вообще никто не делает это я даже не знаю кто додумался на серьги такого веса сделать гвоздики обычно делают конечно либо английскую застежку либо какие-то в общем другие застежки но все равно это никуда не годится отдали передел что тут еще не так в этих серьгах в этих серьгах вы думаете это как сделано это сделано вообще каким-то диким способом вот здесь вот видно хорошо леска на которую нанизаны вот так вот вот эти коральчики и потом они через отверстия продеты но что это за работа такая а сдалека выглядит ничего то есть вот это вот эти вещи они издалека не видны но когда ты вблизи их начинаешь рассматривать а есть люди с очень хорошим зрением которая будет вас под микроскопом рассматривать что на вас надета поэтому такая халтура никуда не годится кроме того здесь где-то закреплено она просто простым узлом который царапается где-то я тут уже на это попадала ну ладно не буду сейчас искать просто тут завязано узлом где-то вот узел и просто торчит кусок завязанного ну короче когда вот при внешней такой броскости этих серег при внешней такой привлекательности это халтура кроме того очень тяжелый вот этот металлический элемент на серьги такие не используют такие используют в качестве подвесок на украшения которые идут на шею но не в уши жалейте свои уши короче отдали мне эти серьги попросили человеку очень понравились эти серьги но носить она это никто не сможет носить если вы такие где-то увидите даже не покупайте это носить невозможность просто купите отдельно легкий из филиграни из филиграни сделаны не из металла вот такой вот элемент возьмите какой-то облегченный материал здесь тяжелый такой но это коралл но он тяжелый ну что-то более облегченная более мелкая не такое крупное ну то есть все все это можно облегчить и принципе меня попросили обличить я сначала думала ну заменю вот этот или элемент ну что-то еще там думаю нет вот канал елены губиной вот это конкретное украшение она вдруг дало мне решение я я не буду делать из этого серьги серьги можно сделать точно такие же из более облегченных материалов что я потом предложу хозяйки этого украшения а мы из этого сделаем ну колье ожерелье как это что получится будем мы сегодня делать из этого подвески но у нас этих сережек только две и надо их так расположить обычно знаете их располагают либо одну вот так вот в центре либо три их только две вот собственно говоря в этом будет сегодня как это обыграть что элемента только два а не три вот сегодня мы займемся из этого можно потом кстати говоря вот из этого можно сделать серьги а вот это вот эти элементы я сниму они не годятся для ушей вот елена спасибо вы мне подтолкнули дали мне идею что делать с этими сережками непроизвольно конечно вы вряд ли думали что я буду рассматривать а потом думать что сделать мне но я поняла что это будут подвесочки из-за ваших вкусных елена подвесочек я буду делать свои подвесочки приступаю к работе в общем давайте рассмотрим что мы имеем мы имеем странную покупку за 4 доллара которая вообще как бы не годится для использования ее полностью нужно переделывать вот смотрите вот эти этот эти узелки которые видите вот здесь вот и он не только смотрится некрасиво а по-другому его тут и не сделаешь он еще и царапается потому что резко толстая она должна удержать вот такой вот вес очень короткий штырь причем смотрите он еще и изогнутый а знаете почему он изогнутый потому что ухо вот в этой в эту щель не пролазит и чтобы она хоть как-то держалась на ухе вот его так вот изогнули и в результате там получился штырь ну что-то сколько он тут ну сантиметр короче говоря это серьга в ухе держаться не будет значит у нас есть разделители за 4 доллара которые если покупать в отдельности за эти 4 доллара их можно было купить вот такие вот швензы или не знаю как тут сеттинге с кабошонами и швензы гвоздики ну это все тоже в общем то стоит других денег которые можно было совершенно другого качества и вот эти осколочки такая ниточка которую надо полностью переделывать брать на пины полностью пересаживать вот такая покупка это того не стоит вот сразу говорю если готовите эти серьги брать их не нужно их можно сделать самому если вам уж так понравится этот дизайн они еще очень крупную кроме того что они тяжелые они еще крупные и не всякому пойдут сейчас я займусь буду нанизывать на пины пины цеплять к отверстиям вот этим которая внизу ну то есть постараюсь воспроизвести этот же внешний вид потому что он принципе устраивал нравится но сделаю его более качественным вот так вот серьга выглядит в разобренном виде они совершенно немножко вот этих осколочках почему-то с мусор сыпется из этих сережек что-то там такое не знаю вот такой вот разделитель вот так это пластик бы такой вот и очень немножко кошки для того чтобы вот подвесить эти камушки я использую вот такие вот пины с плоскими головками они гораздо жестче чем с круглыми головками которые нужно закручивать эти просто можно вот делать вот таким простым колечком не нужно закреплять конец у них то есть этими пинами проще пользоваться но неудобно надо очень плотно сажать камушки и поэтому это немножко неудобно вообще делать но я советую использовать именно такие пины они те которые закручиваются потому что вы тогда вообще не справитесь и нужно это сажать непосредственно вот в эти колечки иначе они уйдут далеко от самого вот этого разделителя и не получится вот этого эффекта махровой юбочки такой поэтому вот такой вот выбор спинами вот так это выглядит в результате вот это перенанизанная вот это изначально это такая более жесткая здесь конечно бусинки более подвижная одна бусинка лопнула в процессе но все равно это выглядит пышнее чем вот это и когда она в висячем положении но потом увидите когда я буду украшение показывать она смотрится лучше чем вот это конечно ну и времени это заняло не так уже много так что смысла вот заниматься вот этим я не вижу я голосую за это решение ну вот закончена переделка и это украшение я тут не покривлю душой не на секунду она появилась именно благодаря моей зрительнице у которой заодно оказался канал этот канал меня воодушевил это украшение елена спасибо появилась благодаря вам я почему-то посмотрела ваши видео и появилась идея для своей работы конечно это разные работы но здесь подтолкнула именно вот знаете получив удовольствие от одной работы и именно то что мне в ней понравилось но подтолкнула меня каким-то своим решением сделать какие-то красивые подвесочки вот эти подвесочки сюда ушли как оказалось как серьги это все равно бы не пошло сейчас объясню почему в общем вот эти серьги они оказались вообще ни к чему не пригодны и то есть когда я попыталась вот к этому приделать что-то чтобы это это украсила вот эту так называемую швензу оказалось что она сама по себе уже столько весит что дальше просто еще и у чем-то утяжелять это просто будет опять тяжелые серьги но и это еще не все она просто элементарно не вдевается в ухо в общем с таким весом и с таким типом застежки это все равно никуда не годится ушах это очень дискомфортно сидит носиться это не будет ну то есть фактически ухо прижимается вот к этой в этом к этому кольцу и посмотрите как мало места остается для мочки даже если мочка тонкая бывает же крупные мочки если небольшая даже точнее мочка то все равно это дискомфортно но это можно потом будет где-нибудь использовать я потом это я подумаю что можно с этим делать но не сейчас тем более удачно что я решила это использовать для какого-нибудь наше украшение что здесь в этом украшении кроме самих элементов которые безусловно украсили это все без них этого всего бы не было здесь вот такие вот кварцевые камушки вообще их продавали конечно как кварц но давайте не забывать что кварц это тоже стекло да и я думаю что это такой кварц как это наверно стекло ну вот мой опыт говорит что кварцом называют очень часто то что камню не имеет никакого отношения а это какие-то стеклянные бусины и я думаю это именно они собственно как вот эти они разные формы эти длинные вот это другие то есть как бы два разных вида бусин просто они подобраны и здесь подобрана кокосовая кокосовые диски к шее приятно просто здесь я бы может быть и их не использовала первых они добавили таких вот с одной стороны не изменив гамму этого украшения они добавили таких разноцветных искрочек и это не лишнее я даже думала что здесь еще что-то добавить но потом я поняла что это будет просто цыганщина и нет я отказалась от каких-то дополнительных декоративных элементов в нижней части украшения я считаю что вполне достаточно вот этих кокосовых дисков которые собственно и выполняют это дополнительные детали создают для этого украшения потому что они вот как бы это как две разные части и этот разнобой он создает вот сложность в таком дизайне а само украшение благодаря тому что я его выдержала вот в этой нижняя часть сделана все-таки в одной гамме я думаю что она достаточно универсальная с разными цветами может надеваться сочетаться это блузка вообще синяя не знаю как она будет у вас выглядеть на видео это классический индиго цвет то есть цвет джинс ну по-моему на на видео немножко более фиолетовая ну конечно же можно надевать и с чем-то в тон вот этому украшению и в тон вот этим осколочком которые здесь есть вот эти диски принципе украшение из-за не однотонной нижней части получилось универсальным и вот как ни странно знаете это очень не часто случается когда мне на таком нейтральном фоне украшение нравится меньше чем более яркий цветной вариант вот это такая бежевая блузка ну давай как называется но я не знаю то есть цвет приближенный к такому натуральному естественному цвету тела и знаете мне не очень нравится как оно нормально смотрится но вот тот цветной вариант мне например нравился гораздо больше и я бы предпочла если бы я надевала на себя это украшение я бы предпочла тот вариант ну это уже как кто выбирает что еще об этом украшении можно рассказать я может быть попыталась бы вот какими-нибудь кабошончиками украсить вот это бордовыми кабошончиками у меня есть керамические такие мелкие кабошончики и можно было бы сделать более богатый вот здесь вот контур но мне опять не захотелось вот мне кажется здесь вот предел все . дальше не надо было ничего добавлять хотя здесь можно было его внутрь разместить вот здесь вот что-нибудь и вот здесь вот что-то разместить и вот в этих местах что-то разместить все можно было делать но я решила что это тот предел который я готова личного вынести и конечно это украшение на чем-то темном тоже будет смотреться замечательно вот в таком варианте сразу выключается задняя часть и включается вот это передняя бордового цвета получается такая классика красная черная хотя я ее не очень люблю но опять же благодаря тому что она все-таки такая знаете разбавленная этими кокосовыми дисками она не смотрится вот мрачновато она смотрится все-таки веселее и все-таки согласитесь что с темным это украшение смотрится лучше чем на светлом фоне ну вот мне нравится она больше примерять бордовым я считаю что лишнее потому что и так понятно что с чем-то красным бордовым она будет смотреться хорошо я не люблю показывать надевать люблю а показывать такой монохром я не очень люблю потому что ничего в этом удивительного нету я пытаюсь и подобрать разные варианты в данном случае я подобрала черный бежевый синий ну достаточно по моему вот на в этот в этом случае он как бы попыток понятно что это на белом тоже будет хорошо смотреться то есть вариантов это украшение имеет много это тоже важно но должно быть не только удобным она еще должно быть многовариантным чтобы не надевалась один раз в год а чтобы можно было подобрать его под разные наряды я думаю что его можно надеть и как и на вот видите в данном случае оно надето сверху на одежду так она просто дк DIRECTOR открытое так его скорее всего можно надевать будет и на какой-нибудь свитер просто надо будет поставить удлинительную цепочку она сейчас не имеет этой удлинительной цепочке а выглядит она вот так вот вот здесь вот в этом месте можно сделать удлинительную цепочку тогда она прекрасно сядет и на свитер и наверное я ее сделаю, потому что она в любом случае будет не лишней. Ну, а вообще, облинительная цепочка редко бывает лишней. Если только какое-то сильно декортированное сзади платим, тогда, конечно, болтающаяся сзади цепочка облинительная может быть не годится. А так, я думаю, что в общем-то она всегда будет кстати. Вот такая была сегодня переделка, которая была, на которую меня вдохновила чужая работа, что бывает очень редко, я не смотрю чужих каналов, именно потому что они меня сбивают. А вот в этот раз получился совершенно противоположный эффект, меня воодушевила чужая работа. Я ее сделала свою, сделала работу совершенно иную, но вот это вдохновение перешло, в общем-то, из канала, который я посмотрела, может быть, даже каким-то случайным образом. И осталась очень довольна. Елена, спасибо вам. На сегодня работа все. Увидимся. Я делаю очередные работы. Пока-пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова